Лишь, чтобы обсудить мероприятие, которое предлагает нам прибывший секретный, но дружественный миссии наш гость. Вопрос о будущих репарациях, о будущих кредитах, о нас. Прошу. Господа, я буду краток. Какие бы ни шли войны, когда бы они ни происходили, мы с вами всегда сохраняли присутствие духа и добрые отношения. Сейчас нам предстоит решить ряд проблем, касающихся близкого будущего. Пусть враждует наше правительство, пусть сражаются наши армии. У нас с вами есть достаточно общих интересов. Я позволю себе напомнить вам, что не так давно, каких-нибудь 20 лет тому назад, после Первой войны, мы уже помогли вам. И кажется, судя по вашему виду, неплохо. Куда ведет эта дверь? В личный апартамент, так сказать, круппо, сэр. Никто из посторонних не мог проникнуть в библиотеку. Ни в коем случае, сэр. Хорошо. Насколько я понял, Германия, независимо от исхода войны, через несколько лет должна снова превратиться в своего рода европейский арсенал. Вы правильно поняли. Так. Следовательно, уже сейчас мы должны не столько думать об окончании этой войны, как готовиться к будущей. Не будем забегать вперед. Найдутся люди, которые подумают об этом. Сейчас мы должны заниматься своими скромными делами. Побольше угля, побольше стали, пушек, взрывчатых веществ и прибыли. Я согласен. Только позвольте задать маленький скромный вопрос. Пожалуйста. Неделю назад американские войска заняли Альтенбург, где находится одно из моих предприятий. Ровно через два дня представитель американского командования изъял все мои патенты. Всю секретную технологию производства. Это три с половиной миллиона марк. Господа, вы, кажется, забываете, что Германия эту войну проиграла. Все ваши патенты должны перейти на хранение к нам. Позвольте. Но ведь это же десятки миллиардов долларов. В таком случае нам выгоднее платить репарации. Это будет много дешевле. Возможно. А что мы получим взамен наших патентов? Вы останетесь хозяевами своих предприятий? Я думаю, наш гость прав. Дело не в этом. Господин Круп, конечно, может рассуждать как ему угодно. Ни одно из его предприятий серьезно не пострадало. А у меня, проклятая бомбежка, уничтожила недалее, как позавчера, турбостроительный завод. О чем вы говорите? Турбостроительный. Вы понимаете, уважаемые господа, что это значит для меня? Садитесь, Шульц. Садитесь, Шульц. Господа, должен сказать, что беспокойство господина Шульца имеет основания. Если союзная авиация будет бомбить нашу промышленность, то это, несомненно, отразится на будущем военном потенциале Германии. Не будем преувеличивать. Военная промышленность Германии пострадала более чем незначительно. Что же касается господина Шульца, то, к сожалению, часть его предприятий находится в зоне, которая отойдет к русским. Чем же виноват я? Печальная необходимость. Я не хочу огорчать господина Шульца, но пока есть возможность, мы будем беспощадно бомбить промышленность восточной части Германии и всячески оберегать военную промышленность Запада. Господа, мне кажется, что я выражу общую мысль, если принесу глубокую благодарность нашему гостю за ту поддержку, которой он и его друзья оказывали нам, руководителям германской промышленности, во время этой войны. Благодаря этой поддержке мы могли спокойно продолжать нашу работу, получая марганец, никель, хром, вольфрам и даже каучук. Приятно видеть такое единодушие, господа. Это позволяет мне надеяться, что мы с грустью, но твердо встретим неприятную часть нашего разговора. Я позволю себе заговорить о некотором участии американского капитала в наших предприятиях. Я понимаю, я понимаю, кое-кого из вас пугает возможная потеря независимости, но, господа, лучше позволить сострить волосы, чем головы. Или, может быть, вы хотите революционной Германии? Русское наступление продолжается, господа. Русские придут и уйдут, а вы останетесь перед лицом толпы. И не будет гестапо, чтобы заступиться за вас. Кто же тогда протянет вам руку помощи? Они. Только они наши заокеанские друзья. Господа, напоминаю, русское наступление продолжается. Продолжение следует...